Сейчас я пушу в пол Если нога болит, садись, мы все сядем Садись, садись, садись Все, все сядем Я не встану Сейчас такое, еще страшнее стало Как твоя радость от победы? Насколько велика? Ну и в дебюты сразу Вот потом он соперника победил Да, я От страха глаза велики, может поэтому Как-то не понимая Самой сути как бы Видения боя по кикбоксингу, я просто дрался Мне давали ребята совет, кто понимал Против кого я выхожу Мне дал один из лучших тренеров по кикбоксингу Андрей Сергеевич Гридин Совет и наши планы Ну точнее мое видение боя И его совет Данный мне, они совпали То есть мне нужно было делать драку Вот и вот я ее, наверное, и сделал Потому что Понимал, что Уровень именно кикбоксинга классического, наверное, у меня Не на таком высоком уровне Ну и если честно, я не дрался с такими высокими парнями Нога как? Какая? Одна болит, которую я отбивал Другая болит, которую мне отбили Уже в последние удары Мне казалось, что Мне бьют уже по голове, я уже думал Когда ты переведешь лучше на голову Потому что голова бы еще пару ударов, наверное, выдержала А нога уже не выдержала Ну Вот это специфика кикбоксинга Плюс антропометрия Я понимал, что он мне будет ее отбивать Но Кикбоксеры и славятся своей комбинаторикой То есть они не бьют одиночные удары ногами Зачастую они их прикрывают руками И когда ты Тяжело среагировать на то и на другое Тем более, если этого нет в моторике, в голове Поэтому от рук я еще как-то защищался А нога была вся у меня Ну, я медуал кик Ну, спасибо моим Петр сказал, что достучиться до меня Вань, что у тебя было в голове, когда третий раунд закончился и объявили экстра? Я думал, ёб твою мать, я же дома дерусь, что происходит? Можно же там как-то вытащить Да нет, на самом деле я настраивался на экстра раунд изначально Потому что, если вы можете заметить То судейство, которое ведется по ММА и по кикбоксингу Нам не дают, ну, никаких, типа, домашних боевств Мне иногда кажется, что нас еще судят Ну, наоборот, жестче в сторону, как бы, соперника Вот, и... На самом деле я сел после третьего раунда Я понимал, что у меня есть проблем только лишь нога Ну, то есть Парни мне говорят, он подзадышал А я немножко все равно не могу издалека оценить Ну, потому что нет этого опыта именно в ММА Я видел, человек вздыхает, не вздыхает Здесь как бы, да, он стоит вроде, ну... Вот, но он реально подзадыл где-то И, видимо, вот то, что я чуть-чуть в четвертом раунде Насыпал побольше, видимо, в область головы, корпуса Вот это, скорее всего, и сыграло Огрышающую роль Вот, ну, я охренел на самом деле Из этого выражения, как сказали, экстра раунд Хорошо, что ментально был к нему готов Ну, и, как видите, физически Сейчас мне никто, наверное, не скажет, что я не дышу По крайней мере, в кикбоксинге 4 по 3 В супертяжелом весе, в таком темпе Ну, я думаю, это достойно Когда поняли, что все дают? Никогда, до сих пор не понял В экстра раунде Ну, я понимал, что человек нокаутер У него есть колени И он прикормил мне уже ногу Чтобы перевести хай-киком на голову Дальний И вот на этом была фокусировка Не съесть колено И не съесть хай-кик, который идет от кика в голову Да, ну, я не съел Или пару раз съел колено, но не почувствовал Видимо, они еще не пробиты Проходы хорошо проходили, да? Если мне... Федор, давай реванш в ММА Это будет интересно Я на его территории подрался ММА бойцов очень мало, многие слетают Давай, Петь, соглашайся Два месяца готовимся и погнали У нас на конец августа планируется турнир Почему нет? Как вы думаете? Ну, мне кажется, можно? А если он подойдет на коротком уведомление? В кик? Не, мне хватит все В кике? Ну, в кике, да Да, если... Так вы же понимаете, что я вышел не на свою арену Ну, иметь в виду, кикбоксинг это вообще не... Ну, это как бы вообще нонсенс Тем более с человеком такого уровня То есть, это не просто кикбоксер В зале, который тренируется, он в академии или еще где-то Это топовый международник по кикбоксингу И, как бы... Я сам международник по самбо Я понимаю, если я вышел бы... Ну, если бы со мной Роман Кеевич Вышел бы по самбо То понятно, тут был бы какой разброс В общем, я хочу сказать, что... Я готов, еще как говорил, к любым вызовам Вот, короткое уведомление Короткое, это все должно быть просто адекватно В рамках спортивного также интереса Потому что это противостояние, я считаю Одно из самых жестких для меня И... Я готов А как бы вот это вот, как я уже сказал Вся грязь, поп ММА И все поп такое же Для чего это? Я не понимаю, что оно развивает? Какую индустрию спорта оно развивает? Точно не профессионального Индустрию дешевых развлечений Пожалуйста, это тоже не моя схема Потому что я слишком много жизней Ну, я всю жизнь отдал спорту Если бы я Всю жизнь сидел в тюрьме Бухал или еще что-то делал А потом такой Ребят, я теперь боец И начал бы махать, это другое дело Да, это может быть Или с улицы бы пришел Я вышел из профессионального спорта Я вышел с регалиями И у меня огромный бэкграунд не просто ММА боев У меня бэкграунд спорта Я с 6 лет на высочайшем уровне выступаю Вот, и мне просто, ну, низко Может все влезать Есть адекватные вещи Да, для этого создали ту же кулачку Там можно делать трэш Она для этого и создана Но не более того И вам по ощущениям больше понравилось боксировать или кикбоксировать? Слушай, у меня кикбоксинг поближе В боксе, ну, вот еще с магой было немножко сложновато Очень взрывной, еще быстрее, чем я Здесь я быстрее был И теперь я понимал, где То есть доля секунды же все решает Вот Мне здесь было удобно Мне было удобно Потому что я нет-нет Мы увидели, где-то бью ногами, бью связками Ой, ноги просто очень болят Очень болят Ноги хорошо заходили у тебя в корпус Да, у нас были наработки под Нимкова Вот, это все должно было быть для него Ну, и работало и где-то с Петровым Слушай, а вот перед тем, как Ильяс проиграл На тебя давило, что ты должен выйти И настрой у тебя еще больше взвинтился? Я на самом деле сижу Вот смотрите, я уже говорил, да Я как старший товарищ у ребят Ну, несмотря на все, я за них ответственен Перед руководством Большинство подготовки, они проходят как бы На моих глазах При моем руководстве, так сказать, да И я, значит, сам проиграл Ну, сидишь, смотришь, как они там рубятся Сечки, вот эта борьба Проигрывают, там, уроняют их Падают, они там еще что-то И, ну, по чуть-чуть сам проигрываешь, проигрываешь И, конечно, когда выходишь Ну, у тебя не остается вариантов Ты должен Как видите, это всегда главный Боились, а главный И заканчивать на нотах там поражение Пару раз так было И не хочется этого испытывать Я просто дерусь до конца Даже когда уже понимаю, что все Слушай, а по поводу сечки В какой момент ты ее получил? Вот, последняя секунда, когда бэкфист там Петя ударил И мы сошлись близко И он не бэкфист получился, а бэкфист локтем Я прям почувствовал, мне разрезало Ну, как бы кожу нахлынуло И я, на самом деле, обрадовался Немножко крови в моих боях не хватает Вот чуть-чуть Иван Ачинец